Приветствую вас. Ну, собственно, начать, наверное, свой ответ я бы хотел с того, чтобы спросить у вас. Если вы говорите, что знаете от шефт, что нужно делать, так что же это такое, что нужно делать и, собственно, почему вы этого не делаете, обращайтесь к нам. Это первое. Я понимаю, что вы можете сомневаться, насколько это вообще полезно, насколько это адекватно, я понимаю, ну, вы бы хоть написали. Да, вы бы хоть написали, что именно, о чем именно речь идёт. Вот. А то, так, я бы сказал, ну, не совсем просто понятно. Второе. О чем хочется сказать. Это о том, что те проблемы, которые вы описываете, вызываются как правило приводности. Повышены тревожность. И желанием необходимости эту тревожность снять. Способ выбирается как правило. Способ выбирается спонтально. То есть... такой, который наиболее эффективен по личным ощущениям человека. Собственно, вас. Вот. И, соответственно, уже дальше образовывается привычка. Нужно понимать, как у вас появилась зависимость от всего. Какую потребность она удовлетворяет. Ну, собственно, что вас привозит. И так далее. Ну и, конечно же, как мне кажется, во знаме лежит некоторое внутреннее отторжение. То есть, вот. Ну, вы себя внутренне отторгает. Вот что мне представляется основным конфликтом. Вот. То есть... вам чего-то хочется, да? Вы себе это запрещаете. Мотивируя это, например, тем, что... это... это... эээ... гри... 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 да, и так далее. Вот. Ну, чем больше вы себе запрещаете, тем, в принципе, больше вам этого хочется. Но самое главное то, что проблема, которую изначально вы пытаетесь решить, и... благодаря... ...которой... 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 ...в общем-то, и... ...появилась ваша зависимость. Это не решается... ...и... не решается... ...как ни, как ни странно... Из-за того, что вы постоянно себе запрещаете что-то чувствуется постоянно запрещаете себе хотеть того, что вы хотите. Вот и соответственно всё тут только-только усиливается. Опять же вот если мы говорим к примеру о тех же грехах, если мы говорим об этом, то изначально, как мне кажется, любая, в общем-то, религия, она должна действовать на пользу человека. Вот и как-то раскрывать его, но не наказывать, не как-то дискредитировать и так далее. А вот у меня как раз-таки по ощущениям моим возникает впечатление, что вы как раз-таки себя таким образом воспринимаете, вот это всё, что нарушая некую религиозную норму, вы, ну по сути, себе очень сильно вредите, наказывать себя. Я не думаю, что это, да, цель и тот ориентир, который может адекватно преследоваться любой религии. Вот, поэтому с одной стороны это вот некая тревожность, некое отрицание своих, значит, своих потребностей, своих желаний. И с другой стороны, это попытка, может быть, уйти в религию, ну может быть опять же, да, то есть как бы, я только лишь предполагаю, я могу сказать, наверняка, как обстоят дела, безусловно. Вот. И, соответственно, главная мысль, которую вам нужно сейчас для себя уловить, это мысль о том, что то, что вы обижаете, как и любая зависимость вообще-то, это вслед за, но не причина, причина в другом, а причина в том внутреннем конфликте, причина в отношении к тому, чего вы хотите. Причина в отношениях внутри вас, тех антагонистических сторон, которые, ну, пытаются, ну, как-то вот там бороться, например. Бороться с друг другом. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать. Так что, если вы знаете, что на самом деле, то, ну, я не могу, не могу сказать, например, с твердой уверенностью, что это, это, что это хорошо. Что вы знаете, что делать. Я бы сказал, что это вызывает, ну, некоторую, наверное, знаете, некоторую тревожность, скорее, зават. Потому что, то, что вы можете, ну, считать, то, как вы считаете, это вот может быть не совсем верной позиции. Вот. Я думаю, имейте, пожалуйста, это в виду, когда и если будете планировать свои дальнейшие шаги. Я понимаю, что, безусловно, ничего хорошего и в целом приятного в том, что происходит. Нет, нет. Как и любая зависимость. Это зависимость вызывает истощение, вызывает опустошенность, может быть даже презрение к себе, что, в принципе, и в целом нормально. Ну, вот. Но, в целом, нужно выбирать грамотный подход. Подход, я считаю, для того, чтобы себе помочь. Этот подход не может быть подходом, связанным с таким наказательным, критикующим, обесценивающим, бичевующим себя вектором. Так вы ничего не добьетесь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Продолжение следует...